День Эрмитажа на телеканале Санкт-Петербург продолжается, и мы продолжаем тему, которая сегодня уже не раз появлялась в нашем эфире, о том, как география, Эрмитажная география расширяется от года к году, и сейчас у нас есть возможность поговорить о том, как культурная жизнь обстоит во Владивостоке. Я с удовольствием представляю нашу следующую гостью, директора Приморской государственной картинной галереи, Алену Алексеевну Доценко. Алена Алексеевна, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. В сентябре и осенью в Дни Эрмитажа проходили во Владивостоке, и это уже тоже традиция для города, в восьмой раз, если я не ошибаюсь, они проходили. Но мы помним, как в рамках Дня Эрмитажа на канале Санкт-Петербург в году 2019 вы подписывали прямо в эфире соглашение с Приморским краем о создании спутника, Эрмитажного Приморского спутника. Как сейчас обстоят дела с этими планами? Все наши планы в силе, они работают, развивается наше сотрудничество с государственным Эрмитажем. Вы уже сказали, действительно, в восьмой раз в 2023 году прошли Дни Эрмитажа во Владивостоке. Программа наших дней всегда очень насыщена, то есть там есть и часть профессиональной программы, в которой входят и конференции, и мастер-классы по реставрации, и, конечно, образовательная программа, выставочная программа. Традиционно мы за три месяца до Дней Эрмитажа открываем выставку из государственного Эрмитажа, и в этом году наших жителей, гостей города мы радовали потрясающим произведением великого флорентийца Карла Дольче «Святая Екатерина», которая у нас пробыла три месяца и вызвала, конечно, огромное количество отзывов положительных, потому что увидеть Карла Дольче можно только в государственном Эрмитаже, а он гостил у нас. Традиционно это последняя неделя сентября, и каждый день у нас наполнен различными событиями, акциями. Здесь мы берем пример с нашего большого друга и партнера Государственного Эрмитажа, где тоже каждый день Дней Эрмитажа наполнен открытиями выставок и различными событиями. Как вам кажется, что поменялось в облике в жизни Владивостока, в жизни владивостокцев с приходом туда в государственный Эрмитаж? Знаете, это возможность увидеть вообще величайшее произведение искусства, потому что мы очень далеко находимся, это 10 тысяч километров. И действительно, для многих жителей Владивостока нет возможности купить билет и приехать на несколько дней в Петербург. Как правило, это какие-то планируемые длительные поездки, где, конечно, попадая в Петербург, мы с вами понимаем, что мы просто пробежали по Эрмитажу, по другому музею. Возможность предоставления таких вот выставок из Государственного Эрмитажа, она дает возможность погрузиться вообще в произведения, в творчество того или иного художника, в эту эпоху. Мы стараемся привозить те вещи, которых нет в нашей коллекции. Например, у нас не представлена античность, поэтому несколько лет подряд мы привозили памятники античного искусства, знакомились с античной вазописью, знакомились с античной скульптурой, знакомились с прикладным искусством, камей. То есть каждый раз мы стараемся выбрать такую тему для выставки, которая открывала бы нашему жителю совершенно новый пласт в истории изобразительного искусства, который им неведом в силу того, что наш музей не обладает такими коллекциями. Алена Алексеевна, спасибо большое, что вы стали частью нашего большого эфира. Желаем, чтобы это сотрудничество плодотворное продолжалось дальше, и Владивостокцы радовались и имели доступ к такой сокровищнице мировой культуры, каким является наш Государственный Эрмитаж. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.